В эфире новости на шестом канале, в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Жуткое зрелище. Цирк уехал, а вот некоторых участников трупы забыли и они погибли. Автомобиль с мертвыми экзотическими животными был случайно обнаружен на одной из автостоянок в Муроме. О страшной находке расскажут наши коллеги из телекомпании «Муромский меридиан». Если бы не запах, оставленная на стоянке газель с ярким цирковым баннером могла простоять еще долго. Стревоженная охрана забила тревогу. Обнаруженный в машине груз невольных свидетелей поверг в шок. В деревянных ящиках оказались тела крокодила и питона. 5 декабря поставили, до сих пор стоит. Небольшой запах был, поэтому и вызвали милицию. Мы не имеем право в машину. Мы только визуально посмотрим. А что в машине находится, у нас по инструкции не положено. Неординарная находка поставила полицейских в тупик. За помощью правоохранителей обратились в единую дежурно-диспетчерскую службу. Те, в свою очередь, сообщили о трупах в Муромский отдел по контролю за благоустройством и экологией. Мы будем принимать меры, чтобы этих животных, наверное, захоронить. Потому что, я так думаю, что в таком положении, как у меня сейчас, уже разлагающиеся и оставлять их нельзя здесь. О том, кому могли принадлежать мертвые экзоты, можно судить по плакату. Как выяснилось, большой московский цирк Шапито «Золотой буф» в Муроме никогда не был. Но, по всей видимости, гастролировал в недалеком Нижнем Новгороде. Возможно, газель цирка оказалась здесь проездом. Но почему для крокодила и питона тур завершился голодной смертью на автостоянке, остается загадкой. Связаться с хозяином по указанному на баннере номеру не получилось. Временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позже. По номеру брошенной машины удалось выяснить, что она зарегистрирована на некоего Сергея Шукурова из Сормовского района Нижегородской области. Какие действия в связи с необычной находкой предпримут правоохранительные органы, неизвестно. Официальных комментариев от полиции пока получить не удалось. Анастасия Белова, Александр Симонов, Новость Тимуром. Минюст приостановил деятельность Управленческого центра свидетелей Иеговы в России. Его внесли в список религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Основанием для этого стало распоряжение Минюста от 15 марта. В организации не принимают обвинения в экстремизме и предупреждают о катастрофических последствиях для свободы вероисповедания в России в случае удовлетворения иска, рассмотрение которого назначено на начало апреля. К слову, организации свидетелей Иеговы регулярно становятся объектом внимания надзорных органов практически по всей стране. Кроме того, в ряде регионов ее деятельность запретили. Во Владимире религиозная ячейка продолжает работать, а последователи регулярно ходят на собрания. От комментариев того, что их организацию могут запретить, ее члены не отказываются, но свои лица показывать не хотят. У нас свобода воли и свобода вероисповедания. Правильно? Это записано в Конституции, что каждый человек волен выбирать, в кого он верит. Если я читаю Библию, если я нашла там имя Бога, если там записаны заповеди Божьи, которые, если бы все люди выполняли, не было бы такого безобразия на земле. Вообще Бог есть любовь, и поэтому между людьми должна быть любовь. В региональном управлении Минюста нам сообщили, что приостанавливается деятельность только организации под названием Управленческий центр свидетелей Иеговы в России. Во Владимире зарегистрирована другая организация, а именно местная религиозная организация свидетелей Иеговы в городе Владимир. То есть фактически совершенно другое юридическое лицо. Официально Владимирская ячейка действует 16 августа 1999 года. Собираются последователи учения во Фрунденском районе в специальном доме под названием Зал Царства на улице Маяковского. Если верить страничке местного религоведа, кандидата философских наук Александра Абрамова, на территории Владимирской области действует 31 религиозная группа свидетелей Иеговы. В их проповедях регулярно участвуют около 1300 человек. Очень много ходят. Люди много ходят. Идут на машинах. Особенно вечером машин очень много. И на марте все такие. В выходные у них собрание называется. Они приходят по три раза. Начинают с 9 утра. Через 3 часа, наверное, где-то вот так у них примерно. Я предупредила, чтобы по домам не ходили. Кому надо, тот. Если уж кто заинтересован в их собрании или какое-то, они приглашали. А первое время, когда начали строить, приходите к нам. Но я попросила старшего выхода, чтобы по домам не ходили. Кому надо, тот придет. С потолка течет. Терпите. Жители дома номер 171А по улице Лакина устали жаловаться в свою управляющую компанию. Кровля многоквартирного дома протекает уже около 10 лет. Капитального ремонта ждут давно. А пока, по словам собственников, обслуживающая организация латает крышу временными заплатками и списывает деньги непонятно на что. Тему продолжит Влада Миткова. Жители дома 171А по улице Лакина боятся за свои жизни. В доме течет крыша, проводка на верхних этажах может загореться в любую минуту, особенно если идет дождь. Такое пару раз уже происходило в квартирах, рассказывают местные. Поэтому теперь в 69-й квартире в прихожей светильники не висят. Слишком опасно. Капает прямо непосредственно со светильника. Вот здесь вот по стене, по всей тоже течет. Ну и вот по периметру потолочного плинтуса и над той лампочкой вот сильные протечки. То есть когда текло, у нас стояли здесь тазы и ведра. И ходили дети. Обои в квартирах приходится менять практически каждый год. Из-за постоянной влаги они вздуваются, а под ними образуется грибок. Разводы на стенах и потолках тоже никак не исправить. Косметического ремонта в квартире хватает ненадолго. Материальный ущерб жители 71-й квартиры оценили почти в 50 тысяч рублей. Испорчен новый шкаф, обои и как результат грибок на стенах. Но управляющая компания этого не видит или не хочет видеть. А устранить результаты протечки, по их словам, обойдется в три раза дешевле. Мне нам предлагают обои даже не снимать, а просто подклеить. А то, что там под ними идет плесень у нас маленькие дети, то есть это их как бы мало касается. Мне нам предлагают сделать просто легкий ремонт. Ту сумму, которую мы вам озвучили, они нам отказываются проплачивать. Только одну, третью часть от этой суммы. Последний текущий ремонт здесь был прошлой осенью. Не прошло и полгода. С потолка снова потекло ручьем. Но сейчас деньги направляются на более важные, как считают управкомпании, нужды. На бойлеры для нагрева горячей воды. Правда, местные жалуются, как были проблемы с водой, так и остались. Зачем на это нужно было тратить больше 200 тысяч рублей, непонятно. Непонятно и откуда управкомпания берет подписи жильцов, голосующих за покупку этих самых бойлеров. Наши герои утверждают, что в глаза никаких протоколов не видели. Текущий ремонт крыши выполнен осенью. Он был сделан некачественно. И сейчас будет выполняться снова текущий ремонт. Снова за наши деньги. То есть мы выполним текущий ремонт за двойную оплату. Благодаря нашей управляющей компании. В управкомпании разводят руками, мол, делаем все, что можем. Пообщавшись, наконец, с жителями лично, директор пообещал, что в апреле, то есть уже через неделю, проведут долгожданный капитальный ремонт. В этом году крыша будет капитально отремонтирована, потому что заплатки, которые ставим мы в ходе текущего ремонта, не дают должного эффекта. Все жители, которые получают какие-то потери в имуществе от протечек кровли, управляющая компания возмещает всем сполна. У нас нет ни одного неудовлетворенного жителя. Капитальный ремонт проведут, естественно, за счет жителей. Но они и не против, лишь бы он действительно помог. Тем временем вода с потолка маленькими капельками, но продолжает течь. А протечки, согласно постановлению Госстроя РФ номер 170, должны устраняться в течение суток. Неужели у правкомпании этого дома официальная бумага не указ? Влада Миткова, Александр Мажаров, Шестой канал. Попался при передаче взятки. На скамье подсудимых оказался адвокат. Он защищал бизнесмена, владельца нескольких салонов красоты, который подозревается в крупном мошенничестве. Чтобы избежать заключения под стражу, предприниматель пошел на подкуп следователя. Однако тот оказался честным и от денег отказался. Как в эту историю оказался втянут адвокат, расскажет Никита Королев. На скамье подсудимых адвокат. Александр Игначук обвиняется в посредничестве при даче взятки. Он пытался помочь этому человеку. Борис Мельник, директор сети салонов красоты, подозревается в мошенничестве. Один из его салонов предположительно находится в Звездном доме, рядом с Центральным парком. Наш телеканал уже не раз о нем рассказывал. Клиентам этого салона предлагалось пройти пробный бесплатный курс. Они соглашались, что вместо обещанной красоты получали многотысячные кредиты. Только за полтора года своей деятельности предполагаемый мошенник заработал почти 3 миллиона рублей. Так вот, чтобы избежать заключения по стражу, Мельник решился на дачу взятки следователю. В этом ему вызвался помочь адвокат Александр Игначук. Он полагал, что следователь Курицын возьмет данное денежное средство. И в кабинете 409 осуществил их передачу в сумме 250 тысяч рублей. Однако следователь Курицын данное денежное средство не взял, а отказался от дачи взятки. В итоге адвоката взяли с поличным. Причем для дачи взятки владелец салонов красоты ему передал 400 тысяч рублей. Но до следователя адвокат донес только 250. Остаток решил положить себе, что называется, в карман. За это его, кстати, обвинили еще и в покушении на мошенничество. Свою вину адвокат полностью признал. Да, я совершил преступление дальше. Ну что, я просто не понимаю. То есть вы согласны с этим, да? Ну у меня особый порядок. Вы понимаете, что такое особый порядок? Это когда лицо полностью согласно с предъявленным ему обвинением. Соответственно, да, то есть вопрос только в наказании. Лидия Александровна не может понять, почему ее сын пошел на преступление. Ведь судим он раньше никогда не был. 16 лет проработал юристом. Воспитывает сына. Честный, порядочный, интеллигентный. Так характеризует подсудимого мама. Передвигается женщина в коляске. Глупо, очень глупо. Даже мы не можем понять сами. Достаточно. Достаточно семья, нормально. Все, и денежки он зарабатывал нормально. Все для жизни было нормально. Что так? Его толкнуло на это непонятно. И сам не может понять. На первом заседании суд лишь исследовал материалы уголовного дела и разбирательство отложил. Гособвинитель тоже пока свою позицию относительно наказания не озвучивает. По статье за посредничество в передаче взятки юристу грозит до 10 лет тюрьмы. Но тем, кто сотрудничает со следствием, дают, как правило, меньше. Следующее заседание запланировано на конец марта. Мы будем следить за развитием событий. Никита Королев, Евгений Токарев, Шестой канал. Чья земля? Жители Нижней Дубровой не могут найти ответственных за детскую площадку. По словам жильцов, от территории отказывается и город, и управляющая компания. С каждым годом ситуация только ухудшается. Территория заполняется мусором, а качели уже угрожают жизни детей. Кто должен привести в порядок двор? Выясняла Валерия Саенко. Все сломанные, пожалуйста. И уже их никто не чинит ничего. Как на них дети будут кататься? Здесь можно и травмы получить. Это единственная детская площадка сразу на несколько домов. Только состояние у нее плачевное. На такую горку, говорят бабушке, страшно сажать внуков. Край облупились, конструкция шатается. Давно поломались и качели. Жильцы рассказывают, площадку сделали десятки лет назад, когда только построили дом. С тех пор здесь ничего не ремонтировали. Обратиться совершенно не к кому. Траву косили, вот уже к осени покосили. Представляете, здесь дети лазили. Видите, территория здесь большая. Если ее хорошо благоустроить и поставить новые, так сказать, качели, там все остальное, что сейчас современное, то будет все хорошо. Дворников здесь нет на этой территории. Территорию убирается, дворник там, где и положено. Здесь нет никого. Вы сами видите, здесь и шприцы, и бутылки, и безобразие. Не может быть ничейная детская площадка. Этого никак не может быть. Если каждый кусок у нас дерутся из-за этого участка, каждый себе хочет. А этот участок ничейный. Ничейный только из-за того, что не надо ничего здесь делать. Ну а пока площадка тонет в мусоре, ответственных за нее не найти. Жильцы жаловались депутатам, управляющих компанией, КТОСу. Но ответ везде один. Я сегодня пыталась звонить председателю КТОСа. Я говорю, а чья же это площадка-то? Под чьим она ведут? Это ничья. Она ни к кому не относится. Ни к городу, ни к кому. Вскоре к взволнованным жителям присоединяются чиновники. Сотрудник Ленинской администрации признает, площадка на муниципальной территории. И оставлять ее без внимания власти не собираются. Но у жителей на этот счет свое мнение. На площадке нет даже света. Территорию облюбовали и местные шумные компании. Вечерами они устраивают гулянки на сломанных каруселях. Хотя бы здесь освещение. Ведь знаете, что вечером здесь бывает? Здесь ужасно, что бывает. Я иногда иду вечером поздно с работы. Извините меня, я взрослый человек, но мне жутко становится. Свет, асфальт, новые качели. Пожелания жителей обещают учесть. Работы начнут уже в этом году. Правда, решать вопросы будут постепенно. Изначально запланирована уборка территории от мусора, потому что снег только что сошел. И первая задача – это убрать мусор с этой территории. В дальнейшем запланировано выход на территорию с целью обследования, составления графика необходимых работ, проводимых. И в весенне-летний период планируется убрать эти недостатки. Вернуть ли чиновники этой площадки былой вид? Мы будем следить за развитием событий. Валерия Саенко, Илья Фомин, 6 канал. Военному парку быть. Во Владимире установили закладной камень на месте будущей зоны отдыха с патриотическим уклоном. Разобьют парк на территории так называемых садов, которые находятся наискосок от Белого дома. Каким его видят власти мущие, а каким – горожане. Расскажем далее. Сегодня на этом месте еще много порослей, кустарников и сухостоя. Однако скоро эта территория должна превратиться в благоустроенную зону отдыха. Здесь планируется мемориальный павильон с книгой памяти и музей военной техники под открытым небом. Правда, пока о каких-либо конкретных сроках и суммах власть имущие не говорят. По чуть-чуть, понемногу мы, естественно, будем первые шаги делать. Начнем обустраивать, начнем преображать, благоустраивать эту зону. Начало положено. Сегодня руководители города и области вместе с заместителем министра обороны Николаем Панковым приняли участие в установке закладного камня. Выполнен он в форме пятиконечной звезды. Помимо монументального символа Победы, установлено и несколько пушек. По словам чиновников, военную технику увозить отсюда не будут. Уж очень понравилась горожанам подобная выставка на Площади Победы прошлой весной. Мы несколько мероприятий 9 мая проводили, когда просили у вас технику, Виктор Александрович, мы сами не ожидали, что будет такой огромный интерес. Дети, семьи, мамочки, папы, бабушки, все подходили. Молодежь интересовалась. Показали горожанам и легендарную машину Победа. Вместе с боевым братством этот автомобиль принимал участие в автопробеге «Звезда нашей великой Победы» в прошлом году. Я 50 лет за рулем, вот на Победе ездил. В каждом городе, через который прошли экипажи, а это Севастополь, Брест, Архангельск, остров Русский, участники автомаша встречались с жителями, общались с ветеранами, посещали места боевой славы. Правда, не везде их встречали с криками «Ура!». Мы были в Чечне, там был один подход. Были в Дагестане, был совершенно другой подход. В Дагестане нас всегда встречали радость. То есть в Чечне, конечно, не совсем так все приятно. По инициативе Министерства обороны в стране было создано патриотическое движение «Юнармия». Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой молодежи. Пополнить ряды молодежного объединения может любой школьник, участник военно-патриотического клуба или поискового отряда. На сегодняшний день в нашей области уже почти полторы тысячи юнармейцев. К тому же наш регион стал пилотной площадкой этого движения. У вас потрясающие проекты, которые осуществляет движение «Юнармия» в Владимирской области. И прекрасный проект именно вот эта пятиконечная звезда, вот этот проезд на вот этих красивых машинах «Победа». Это потрясающе сильный, эмоциональный, глубокий, с глубоким смыслом проект. Успешно работает «Юнармия» здесь, в Владимирской области. Высокие гости из Москвы уверены, что и парк будет создаваться так же быстро, как растет юно-армейское движение. К слову, инициативу чиновников по превращению диких садов в военно-патриотический парк на сайте мэри поддержали 90% проголосовавших, а это более 5000 человек. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал. Возложение венков, панихидов церкви и воспоминания о невернувшихся с боевого задания детях и мужьях. Во Владимире почтили память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе. На территории Владимирского полка внутренних войск уже в 12-й раз прошел слет матерей и вдов солдат и офицеров, погибших в горячих точках. Как сейчас живут те, кто потерял на войне самых дорогих людей, и что спустя много лет говорят о разделенном на всех горе в репортаже Оксаны Любимовой. Эти стройки сын Марии Даниловой Алексей из армии написал у любимой маме на день рождения. Лейтенант Владимирского полка внутренних войск погиб в Чечне в 2002 году. Мария Владимировна рассказывает, он всегда был отзывчивым и честным, и еще с юношества мечтал служить родине. В 16 лет хотел в Дагестан у меня уехать, воевать. Я ему родино сразу из горуховой каши повесил. Я говорю, успеешь ты родина, тебе еще нет 18 лет. А кто из немы, он всегда говорил. Мария Владимировна запрещает себе часто перечитывать письма в пожелтевших конвертах и смотреть альбомы с армейскими фотографиями. Говорит, каждый раз душат слезы. У Алексея Данилова было больше десятка командировок в Чечню. Мама погибшего офицер вспоминает, когда в 2002-м сын в очередной раз уезжал на Северный Кавказ, обещал, что вернется домой и больше не поедет. Алексей погиб в перестрелке, ему было 25 лет. Орденом мужества героя наградили посмертно. Стараюсь не смотреть, чтобы слезы, потому что сердце постоянно болит, душа. От этого 15 лет уже будет, боль не уходит. Хоть и внучка, дочка замуж вроде вышла. Каждый год погибшие в горячих точках солдаты и офицеров вспоминают во Владимирском полку внутренних войск. Мама и вдовы тех, кто не вернулся из служебной командировки на Северный Кавказ, делятся воспоминаниями. Здесь у каждого своя история и одно разделенное на всех горе. Сын Людмилы Поповой погиб в Чечне, едва отметив 20-летие, когда родные уже считали дни до его возвращения из армии. Людмила Александровна, едва сдерживая слезы, рассказывает, что боль утраты никогда не заглушить. Но на таких встречах становится немного легче. Вот даже война прошла. Помнят, конечно, но не так. Но последнее спасибо полку этому, что не забывают нас, постоянно приглашают. Слёт матерей проходит во Владимире уже в 12-й раз. Командование полка и региональное отделение Общероссийского национального благотворительного фонда помогают матерям и вдовам деньгами и по возможности отправляют в санатории. Главное – внимание, забота и возможность у семей погибших не оставаться одними, общаться, получать консультации юридического плана, получать возможность лечения, материальной помощи. Для нашего полка это дело чести. Мы помним всех, каждого военнослужащего, кто погиб при исполнении служебных обязанностей. И по мере возможности, конечно же, это наш долг – помогать родителям, оставшихся без своих детей. Сегодня на след приехали родственники 36 владимирских военных, погибших в северокавказском регионе. Всего же в скорбном списке полка внутренних войск имена 42 солдат и офицеров, которые так и не вернулись из боевой командировки к своим близким. Вспомнить историю маленького принца, помочь планете и поучаствовать в театральном флешмобе. В эти выходные Владимирцев ждет много интересных событий. О самых ярких расскажем в нашей афише. Трогательные истории о принце, который живет на своей собственной планете, мечтает о настоящей дружбе и отправляется в приключения, полные опасностей, расскажут артисты Московского театра Вахтангова. В субботу они представят зрителям свой знаменитый спектакль «Маленький принц». Начало в 16.00 в Доме культуры молодежи. Веселые спортивные программы в субботу подготовили для Владимирцев городские парки. В Добросельском посетителям предложат задуматься над проблемами экологии. В 11.00 там пройдет опознавательная игра «Чистый воздух». Загородный парк приглашает на спортивный весенний квест под названием «Точно в цель». Участников ждут испытания на скорость, силу и меткость. Начало в полдень. Поможем планете вместе. 25.00 марта по всему миру проходит экологическая акция «Час Земли». Чтобы к ней присоединиться, нужно ровно в 8 вечера на 1 час выключить свет в своем доме или на работе. Так можно сэкономить много энергии на благо планеты. В этот же день в разных городах мира проходит необычный флешмоб «Велосветлячки». Владимир тоже присоединится к этой акции уже в седьмой раз. Участники украсят свои велосипеды разноцветными огоньками и отправятся на небольшую прогулку по городу. Место сбора в 8 вечера у вечного огня. Часть Земли поддержит и областная библиотека для детей и молодежи. В корпусе на проспекте Строителей 23 проведут чаепитие при свечах в традициях китайских церемоний. Всем желающим расскажут о секретах древнего напитка и покажут интересные книги, посвященные чаю. Начало в 20.10. В воскресенье на театральной площади всех желающих ждет необычный флешмоб. Накануне Дня театра его проведут владимирские артисты. Владимирцы станут участниками уличного театрального действия, смогут пообщаться с любимыми актерами, услышать в их исполнении отрывки из классических произведений и сами попробовать себя в роли лицедеев. Начало театрального флешмоба в час дня. Фиксируют мгновение и тоже становятся частью истории. В Центре пропаганды изобразительного искусства открылась выставка ретро-фотоаппаратов. Там можно увидеть более сотни экспонатов советской и зарубежной техники разных лет. В выходные выставка работает с 10.30 до 19.30. Увидеть фотоаппараты можно будет до 23 апреля. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Оставайтесь с Рэншистым каналом. До встречи и берегите себя.